Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, это на канале Князь, сегодня у нас битва замков, выходит очередной роллинг, если нравятся роллинги, не забудь все это дело поддержать лайком, я вот тут для вас даже специально побрился, вообще по факту я не хотел сберевать полностью бороду, но он насадку на триммер не ту поставил, и зачем-то поставил 2 мм, и когда прошелся, уже было поздно, и теперь у меня такая, знаете, двухдневная щетина вместо моей драгоценной и невероятной бороды, это печаль. Это жалко, после озвучивания для вас самой важной информации, самой важной новости о том, что я побрился и подстригся, также хотелось бы озвучить то, что если вы хотите предоставить свой аккаунт мне на роллинг, то оставляйте заявочки в заявке на роллинг, в описании, там нужно будет вам гугл форму заполнить, короче, вся информация полезна в описании, также вы там можете оформить спонсорскую подписку, за которую я буду вам весьма благодарен, Я, наверное, нахожусь я на аккаунте игрока под ником holomudra, ну, вообще, как я понимаю, это парень, вот, судя по переписке, он находится в гильдии под названием Armageddon, только активные игроки нужны битвой гильдии, 100% писать по поводу вступления в вайбер, номерочек указан, если что, берете и вступаете. Тут человек долго ждал, пока я доберусь до его аккаунта, и, как я понимаю, себе всех героев выбил, ну, давай же глянем, каких, каких еще не хватает, а не хватает букв, а, ну, вот, мастер рум, и кто еще? Наверное, какого-нибудь донатного, хотя не царь и все донатные герои есть, люди божества там всякие, Деда Мороза нету, серьезно? Ну, как бы, я думаю, он просто не распакован. Короче, у нас, судя по всему, роллинг непосредственно мастера рун, вот, можем начать открывать ништяки, я вам напомню, я еще ни разу за самоцветы не выбивал мастера рун, и это, конечно, невероятная боль, скорбь, печаль, тоска и невероятнейшие просто морально-нравственные страдания. Что уж тут сказать, я думаю, что вам везет больше, вы выбиваете этих мастера рун просто с одной попытки в клик за 150 самоцветов, но мне пока что не прет, будем пытаться сейчас вместе с вами выбивать, можете поставить ради интереса на паузу, проверить свои экстрасенсорные способности, ставь на паузу, вот, лайк не забудьте, напиши в комментариях, у меня получится выбить мастера рун или нет. Вот, я думаю, что, конечно, большинство напишут, что у меня не получится выбить мастера рун, но, как бы, будем надеяться, и ты, я думаю, что коэффициент, вот, если бы можно было бы сделать ставки, то коэффициент был бы очень большой и очень выгодный на тот момент, что у меня получится выбить мастера рун. Ну, пока что, вот, выбиваю заклинательницу, ну, то есть, давайте попытаюсь объяснить, только не подумайте, что сейчас реклама какая-то, никаких ссылок вы в описании не найдете, закрепленных комментариев. Но, чисто гипотетически, да, вот, если бы, вот, просто представьте, если бы можно было бы, вот, был бы у нас, знаете, в битве замков какой-то свой букмекер, и там, и там можно было бы ставить ставки на то, получится ли у меня выбить недостающего героя или не получится. Получится выбить мастера рун или не получится? Это, блин, это такая альтернативная вселенная, альтернативный мир, букмекерская контора, в которой делается ставки по поводу того, получится ли у невероятнейшего ютубера под именем Князь выбить невероятнейшего. Героя под названием Мастер Рун, а я попытаюсь тут как-то места немножко поосвобождать, какие-то ништяки пооткрывать, вот тут у нас еще есть карточки, места на самом деле достаточно мало, их не так, чтобы уж очень много, да, 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 так, ладно, окей, что тут у нас? Ну вот это вот любят делать многие ютуберы, они, знаете, компьютер, ну компьютер, это понятно, купили, купят себе микрофон и выкрутят себе компрессию на максимум, вот такие, всем привет, и все, его подписчиков должен писем вставать. Ну я не такой, сноузила, рыцарь тьмы, так, хотя хранитель призрачный всадник, давай Мастера Рун, Мастер Рун приди, я уже должен в каком-то роллинге взять его выбить, ладно, ладно, я его себе не выбиваю, но хотя бы подписчикам-то можно выбить, подписчикам, подписчикам-то хотелось его выбить. Вот сейчас паролю, паролю-паролю героев, да, ребят, трианта, потом пойду покушаю с дочкой, соберемся, сядем в машину, отдадим машину на мойку, потому что там прям... Я вообще люблю сам машину мыть, но просто иногда нужно все-таки отдавать наручную мойку, потому что на этих быстрых ты там нормально ничего не отмоешь, плюс еще холодно, коронавирусы всякие гуляют, не хочется ничем заболеть. Вот, отдам машину на мойку, там еще в салоне полная трешня, салон тоже грязный, а в это время с дочкой пойдем купим мне спортивные штаны и купим мне какую-нибудь кофту или рубашку, не знаю. Так, а спортивные штаны, конечно же, мне нужны, да, то есть, понимаете, я просто человек молекулы, это реально... У кого-то так бывало или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, я тут снова решил ходить в спортзал, вот, заниматься, сбрасывать вес, а разгонять кровь, ну, как бы вы сами понимаете, у меня сидящий образ жизни. Купил абонемент, не скажу за сколько, но, тем не менее, купил абонемент. И сходил только один раз? Лох! Не, ну, как бы у меня есть, скажем так, оправдательная причина, смягчая, я не знаю, как это сказать, просто я посчитал, что те спортивные штаны, которые у меня, они сейчас, мягко скажем, не в лучшем состоянии, надо купить новые, а вот добраться купить новые, ну, не особо получается. Вот такое вот оправдание я сам себе придумал, вот, надо реально посмотреть где-то, жаль, у меня кошелька с собой нет, я бы сейчас посмотрел бы, я бы сейчас посмотрел бы, сколько, там уже, наверное, надо новый абонемент покупать. Раз в месяц идешь в спортзал такой, покупаешь абонемент на месяц, а все, и в следующий раз приходишь через месяц. А мне стыдно будет на рецепшине. Тебе, блядь, пришел, абонемент купил. Мне там, знаете, даже пропуск выписали там на стоянку. Лох! Ладно, ничего, ничего страшного. Чего не сделаешь ради того, чтобы выбить подписчику, мастера рун, вот, слушай, блин, надо будет какие-то, я придумал супер-шутку, когда я буду, вот, играть с Кареном в КС, а то, что-то давно уже стримов не было по КС, надо возвращаться тоже в КС-очку играть. Также у нас есть Карен, и надо, блядь, буду теперь Кареном называть Коронавирус. Я не знаю, типа, что, сам пошутил, сам посмеялся, а что, норм. Почему, а почему бы и не, да, ребят, а? Меня вообще, на самом деле, не перестает удивлять жена. То есть, я, видно, определенно с этой женщиной живу не зря, уже много лет. Фишка заключается в том, что она тут вчера заходит ко мне в студию и такая, сколько будет 150 плюс 150? И стоит, ржет. Я такой, ну, 300, ты хочешь мне рассказать про то, что я должен отсосать у тракториста? Да, да, да! Она на полном серьезе рассказывает мне о том, что она никогда не слышала до этого об этой шутке. И услышала она эту шутку, смотря сериал «Полицейские с Рублевки». Я не знаю, в каком мире, вот, призрачном, она живет, жила до этого момента. Если она не слышала шутку про 300 и отсосила тракториста. Нет, она на полном серьезе заваливается ко мне в комнату и такая, сколько будет 150 плюс 150? Я даже, знаете, есть такой человек, как Хелл Нубис, он никогда не ел помидоры. Ну вот, но даже он, наверное, знает шутку про тракториста. Тем не менее, у нас остается 4000 самоцветов. Ну, то есть, хозяин попросил оставить 10 тысяч. И, как бы, как бы с гребаного мастера рун еще не выбили. Вау, вау, какой у нас тут выстрел двойной получился из «Повелителей Бури». Лучше бы так мастер рун, конечно, выпал. И, причем, ну, герои падают, да, редкие герои падают. Там и Фрея падала, да, достаточно редкая героиня. Но, к сожалению, мастера рун, вот, нам не видать. Вот, оставил почти 10 тысяч самоцветов. Ты статуэтку потеряла? Ты статуэтку потеряла? Ну, сейчас пойдем искать. Я сейчас всем пока скажу и пойдем искать, хорошо? Ребята, вынужден закончить это видео, потому что ко мне пришла дочь и сказала, что она что-то потеряла. А, между прочим, она сейчас, пока я с вами тут разговаривал, из пластилина, из пластилина лепила цирк, вот. Вам же пожелаю огромнейшей удачи, чтобы ваша жизнь не превращалась в цирк. Хотя, может быть, это даже неплохо. Я пойду заниматься делами, а вы не забудьте поддержать все это дело лайком. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok